Израиль. 2000 какой-то год. На первом радио. Кипнис и Прешель. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду». Всем привет! Это программа «Не по Фрейду». И мы снова с вами. Мы, это Кристина Кипнис. И Влада Прешель. И сегодня с нами в студии Лена Ангелвиль, блогер и коллекционер. У Лены, между прочим, большой YouTube-канал о куклах, где больше 130 тысяч подписчиков. Вот так вот. Да, она их коллекционирует, делает распаковки, показывает все, что с ними связано, и даже косплеит их. То есть одевается и красится так же, ну и делает мейкап такой же, как у этих кукол. Но не расчленяет. Да, но такого нет. Что там косплеит? Мы тут все уже в этих куклах сидим, между прочим. Если вы бы видели сейчас, а вы увидите, Кристина расскажет, как можно нас увидеть, вы бы поняли, почему я это говорю. И почему у нас сегодня сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, девять, десять человек в студии. Даже душа отличная. Между прочим, десять девушек. Представляете, какой уровень конкуренции? Такое вот тоже у нас бывает иногда. Ну а что? В общем, второй канал нашей героини о музыке и о героине нашей в целом. Лена там поет каверы. Да. Постит танцы, выступления, бэкстейджен со съемок. То есть там вообще очень разносторонняя информация. Ну и прежде чем мы просто вольемся во всю эту дискуссию, есть такая информация. Во-первых, есть у нас WhatsApp 054 20 70 800, где вы можете писать свои вопросы, задавать Лене. Ну, например, такие, есть ли у кукол душа? Ну, вдруг вас это интересует. Да, кстати, частый вопрос. Частый вопрос. И если вы все-таки хотите посмотреть и на Лену, и на куклы, ну что уж там, и на Владу тоже, то подключайтесь на прямую трансляцию в ТикТоке Первое радио 891 FM. Так вы можете написать в поиске. Подключиться и уже наслаждаться и самой картинкой тоже. Лена, ну, наконец, здравствуй. Здравствуйте. Ну, что про душу у кукол? Частый вопрос. Вот так вот сразу сходу. Конечно, ну а что церемониться-то? Ну, вообще, мы с коллекционерами, с которыми я переписываюсь, в какой-то момент... Коллекционеры есть. Возможно, будут в чате, кто знает. Они покинули пока чат. Мы вообще пришли к выводу, что душа у куклы есть в голове. Почему? Потому что, кстати, ты была не права, иногда мы куколы расчленяем, иногда мы меняем им тела на более подлижные или менее подлижные. Но, увы, да, надежда не оправдалась. Поэтому, ну, мы обсуждали тему, вот если много-много раз пересаживать, то как бы, ну, а где персонаж, собственно, живой? Вот, и пришли к выводу, что в голове. А, то есть, получается, вы берете куклу, берете ее голову и на это тельце, потом на это тело, потом вот это тело, вот это, то есть вот оно, переселение душ. Слушай, ты так удобно, я вот сейчас подумала, а вот ешь много, да, например. А потом пересел на другое. Да, просто другое тело подставили, ты такой, о, вот это теперь мое. Ой, девочки, думаю, что в будущем так оно и будет. Очень надеемся на это. Тогда все одинаковыми будем ходить. Нет, все будет эксклюзив. То есть, знаешь, это как вот с дорогими сумками. Вот одну купила, вторую, такую же не сможешь. Да? Да. А если сильно постараться? Нет. Только если это подделка, ну, там, рука будет отваливаться, ну, вот это вот все. Так, ну, ладно, раз уж такие эзотерические темы, да, мы сразу затронули. Давайте куклы Вуду тоже. У тебя есть коллекция кукол Вуду? Слава богу, нет. А ты, ну... Почему, зачем ты так резко и сразу отвечаешь? Нет, может быть, мы хотели у тебя заказать. Ну, я, ладно. Ну, надо подумать. Вот, Эссак уже открыла, в принципе, осталось только начать. Послушай, Эссак открыла, массах носа, вот это все, тебе нужно на каждую сделать его по куклу Вуду, чтобы они исполняли твои желания. А мы потом после эфира об этом поговорим с тобой вместе. Ну, да, правильно, о цене договоримся. А есть ли, ну, есть, вернее, это утверждение. У многих детей и у взрослых даже есть фобия кукол. Может быть, слышали о таком, не слышали? И если, особенно если они на тебя смотрят, ну, знаешь, вот прямо в какой-то комнате. Да, 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 то есть ты спишь, просыпаешь, у тебя сколько кукол в коллекции? У меня близится к 500. Это очень много, то есть... У них отдельная квартира, я не понимаю. Они живут со мной вместе в одной комнате. Между прочим, лайфхак для тех, кто не знает, как собрать игрушки детей, например, так, чтобы занимало меньше места, особенно кукол. Вот, это, кстати, очень полезно. Вот, я пришла к выводу, потому что все невозможно в одной комнате выложить. Я начинаю покупать в любых магазинах дешевых вот эти коробочки 15 литров. Это самое удобное, потому что они прозрачные. То есть они у тебя не стоят вот так все. Да, ты кладешь их рядами, там 3-4 ряда получается. Ты с любой стороны можешь увидеть, кто тебе нужен, легко достать, и они все не помнутся, потом не надо будет с их прическами разбираться. Это очень удобно. Мне кажется, дети руки завязать, чтобы они не играли даже. Конечно. Согласна. Ужас. На самом деле, ну, я просто в чем вопрос был, когда ты, например, спишь ночью, да, вот бываешь, открываешь глаза, да, и на тебя смотрят 500, получается, 500 пар глаз. Если бы они висели, что это страшно было. Страшно не это, страшно, когда у тебя в коллекции есть кукла, которая заряжается от лампы, а потом светится зеленым светом, и ты об этом забываешь. И ты такой сонный выключаешь свет, а потом, о, господи, и потом еще полчаса просто пытаешься уснуть, потому что ты забыл. Нет, я думаю другое все-таки. Вот если мы уже о страхах, и мне кажется так, вот ты, например, посадил куклу в одно какое-то положение, голова у нее повернут, например, в одну сторону. Ну, ты просыпаешься, а у нее голова в другую сторону. На тебя смотрят, это уже чайки, да? Да, да, вот мне кажется, вот это, ой, ну и что там? Чем ты обрабатываешь волосы куклам? Я сижу, уже полчаса нюхаю, уже не могу. Ну, в смысле, очень вкусно пахнет. Если честно, я просто перед эфиром мокрой салфеткой для лица по ним пришлась, а салфетки приятно пахнут. Вот, вообще я, о боже мой, я не мою куклам голова, потому что, чтобы пересобрать у некоторых прически, это целая система. И знаете что? Коллекционеры-мужчины, их просто боженька в ручки поцеловал. Я не знаю, как они это делают, в основном именно мужчины-коллекционеры снимают видео о прическах, и они делают прически лучше, чем я когда-либо себе в жизни сделаю. Это просто что-то невероятное. Вот, если честно, коллекционер-мужчина, коллекционер-кукол звучит как извращенец какой-то, нет? Есть, есть что-то, да-да-да. Что-то странное, это же вручные мужчины. Ладно, машинки. Хотя тоже к чем-то попахивает нездоровым. Ну да, тут это как-то... Вот не скажи, знаете, я была уверена, что коллекционеров женщин больше, но потом тоже я пришла к выводу, я приглашаю к себе в гости онлайн коллекционеров со всего мира, и у меня по стримам, их уже, наверное, не знаю, только 20 с чем-то. А где ты ведешь их? На ютубе, на канале Ангел Виль Тойз. Как еще раз? Ангел Виль Тойз. Ангел Виль Тойз. Вы там на аватарке, кто смотрит сейчас нас в онлайне, увидите такого зелененького красавчика. Кстати, у нас 9 девочек, это мальчик. Это мальчик? А, это... Затесался, сейчас уже не признали. Как на Евровидении не поймешь, где мы были девочками. Это мальчик, он такой единственный, его для меня специально перепрошили. Так раздень его я пока не верю, что он мальчик. Потом, потом. Потом на рекламу. На рекламе все покажем? Так. В общем, он, да, мой маскот получается. И вы можете прийти, я зову людей, они рассказывают о своих кукольных хотелках. О том, о чем они мечтали, но очень боялись купить, или это очень дорого. Там дети в основном или просто? Нет. Совсем нет. Да, там половина мужчины. Представляешь, такие бруталные еще заводы. Там, мне кажется, здесь вообще не ходил шикарный просто мужчина, зовут Слава Игрушкин. Он уверен, что ты на разговоре. Вот он женат, он женат, у него есть дети, и при этом, при всем он коллекционер кукол. И он интересен. У него дочки? Да, и он такой класс. Это просто ад для детей. Дочки не играют, дочки не нравятся куклы. Вот я и говорю, вот это ад для детей, мне кажется, особенно если это дочки. Папа, дай мне, пожалуйста, эту куклу. Нет, она моя. Совсем не так, совсем не так. У коллекционеров, сколько я не общалась, обычно дети не любят, потому что для них куклы как предмет мебели. Это как они видят диван с детства. Они видят кукол, им уже не интересно, они хотят что-то другое пробовать. Скажи мне, вот у меня все интересен, знаешь, какой вопрос. Вот в детстве ты, это у тебя вот это хобби, ну хобби уже как профессия, я же не знаю, как твой интерес. Это от того, что ты в детстве не наигралась или наоборот переиграла? То есть почему вот как бы ты и девочка росла, у тебя 100% были куклы, ты в них играла? Что, где схема сломалась, что пошло не так? Или наоборот так? Или наоборот так? Там есть несколько факторов. Во-первых, я не могу сказать, что у меня не было кукол в детстве, я жила в Молдове. В Молдове тогда не было нормальных кукол. Я просто объясню, куклы в Молдове это такие китайские дутики, у которых если снимаешь голову посередине ниточка. Дожди, сколько тебе лет? Мне 28. Еще не было там кукол нормальной. Сейчас объясню, вот такие вот были. Посередине ниточка и фитиль, поджигаешь, и все это горит. Нет, нет, нет. Мне стало очень интересно, мне впервые купили куклу, я такая, а зачем нужна эта ниточка? Я отрезаю, и волосы вываливаются. Это была детская травма, слава строжная. Вот, а потом у меня появилась, я сейчас показываю, куколка, точнее голова от нее, душа осталась, тело пересадили, которую я купила себе, когда мы были за границей, потому что я просто посмотрела под скамейку и нашла 500 долларов. 100, простите, 100 долларов. Да неважно, ты могла ей 500 сказать, никто бы все равно не проверил. Так, и вот на эти деньги, собственно, заслужила, купила себе, получается, первую хорошую куклу в коллекте. Это братс? Да, это братс, Ясмин. Она, между прочим, у меня еврейка. Геюр прошла? Нет, я в парике. Вот, я ей как-то нацепила Маген Давид, и вот она с ней уже кучу лет ходит. Она мой второй маскот моего изайского канала. Ты сейчас просто вводишь в заблуждение радиослушателей. Если те, кто не, ну, как бы, хотят статьи, они считают, что если они нацепят Маген Давид, это все для этого, что нужно. Она так родилась, вы не понимаете. Вот, все. А объяснишь, что такое маскот? Маскот – это главный представитель. А, это главная кукла твоя? Он именно олицетворяет собой этот канал. А, я поняла. Можно так сказать. Ну, не все понимают просто поэтому. Так вот, само коллекционирование почему пошло? У меня дедушка коллекционер, и я когда была маленькой… Не кукол, не кукол. Я просто дедушка коллекционировала куклы, и это стало… Он до сих пор коллекционирует марки и телефонные карты, а до этого у него были киндеры. И поэтому я когда в гости приходила, я такая, он такой клевый, у него есть киндеры. И смурфики были. И лев, вот эти семейства львов. Пингвины. Все. Где твой дедушка? Я больше всего в Молдове. Дедушка, привет. Он точно смотрит. Дедуля. В общем, я так, я думала, он такой клевый, я тоже хочу быть как он, но меня не интересовали карточки. И вот я такая, ну все, куклы, все, я буду как дедушка, но по-своему. И вот так оно пошло дальше. Красивая история. А что ты думаешь насчет Барби? Я не вижу у тебя в коллекции Барби. Ты не принесла, по крайней мере. Я бы удивилась, если вы на себе 500 штук принесла. Ну а почему Барби сколько? Они же разные есть вообще. Вообще да. И плюс айс даже Барби есть. И с акне. Я объясню почему. Меня звали на телевидение несколько раз. И меня просили приносить только Барби. А, да? Почему? И поэтому я думаю, потому что, во-первых, одна была передача про день рождения Барби, потом другая передача про фильм Барби, а потом в Израиле нету правильного понимания слова кукла. Когда ты говоришь кукла, тебя начинают плюшевых мишек давать, какие-то сумки вообще, еще что-то. Ты говоришь Буба, они не понимают. Ты говоришь Барби, тебя начинают предлагать. А, Барби, Кен, Кен. Вот. Поэтому у меня немножко такой триггер уже, когда я слышу Барби, поэтому я думаю, принесу все другое сегодня. Они у тебя есть, да? Конечно. Как ты относишься к тому, что очень много женщин-феминисток говорят, что вот это неправильно, ну, вернее, у нее слишком идеальные пропорции, нельзя, чтобы девочки с детства на это все смотрели, это все шейминг, буллинг, травмируют девочек. Как ты к этому относишься? А вот проблема, что забывают про две вещи. Во-первых, проходится по Барби первой, потому что ее в основном больше всего знают. Вот как вы взрали, да, скажи Барби, поняли, что... Во-вторых, если бы Барби не появилась, все бы до сих пор игрались с младенцами. Да, да. А в-третьих, Барби, ну, точнее, компания, которая их выпускает, Мотел, они первые, кто начали делать нестандартные типы тел. И только после них другие компании это тоже переняли. То есть полная кукла, низенькая кукла, кукла с слуховым аппаратом, со вставной ногой, это все они сделали тоже первые, именно потому что люди начали возмущаться, а что это такое, почему вы... Что за идеал такой, да, сплошной? А это не комплексы самих людей, которые возмущаются? Конечно, я считаю, что это комплексы самих людей, потому что нужно было на кого-то скинуть свою неуверенность в себе, и они такие, это все она. Но я видела куклу с целлюлитом и прыщами, поэтому у кого комплексы, можно, в принципе... Я предлагаю даже дарить таким людям эти такие куклы. Почему бы не сказать, слушай, у меня для тебя такой специальный классный подарок от всего сердца, прими. Кстати, по-моему, эту куклу зовут Лэмили. Лэмили, да? Да, я вот, я даже искала эту куклу, ну, интересно, да. Мне нравится, нравится, ты потихоньку втягиваешься, потом будешь со мной в группе кукольников. Ты знаешь, у меня просто мама, она шьет костюмы для кукол, то есть она, как бы, она хочет найти себя в каком-то дизайнерском деле, да, она там украшения делает, и она не хочет на людей реальных шить костюмы, и она шьет на кукол. И у нее много кукол дома стоит, ну, как много, может быть, там, 20-25, в разных платьях, она там им шляпки какие-то делает. Все это успокаивает, в принципе, поэтому я так немножечко... В теме. В контакте мамы возьмем обязательно тоже. Хорошо, да. Ну, я не скажу, что она прям коллекционирует, но она именно костюмы им делает. Это шикарно. Но у нее там все Барби, по-моему, то есть у нее не разные куклы. А вот как ты считаешь, какие куклы вообще нужно снимать с продажи? Да, да, да. Хороший вот такой вопрос. Какие-то нужно снимать с продажи. Как профессионал в этом вопросе, как человек, который разбирается, есть ли куклы, которые действительно нужно снимать с продажи? Я вообще не считаю, что какие-то нужно снимать с продажи, Потому что на каждую просто будет свой зритель, свой покупатель Я со сколькими общаюсь, у всех настолько разные желания Настолько разные идеи, которые они хотят воплотить Люди же, которые коллекционируют кукол Если в целом посмотреть на их коллекции Приходишь к пониманию, что она отражает их самих А так как мы все разные То и коллекции будут разные, и желания будут разные Есть люди, которые конкретно коллекционируют только подделок под кукол Это что такое? Вот так вот, подделок Подделок под определенных кукол Ну под брац, грубо говоря, да? Да Просто, слушайте, а вот у меня тоже такой вопрос А почему все против барби, потому что якобы идеально, но не против брац У которых огромная голова и огромные стопы Тоже же дисбаланс, да? А почему нет? Ну, неправда, неправда Есть движение большое Против брац? Против брац, потому что Потому что есть Движение против брац! Есть комьюнити женщин Серьезно, которые считают, что брац красится слишком ярко И они покупают кукол брац своим детям, вытирают им лица и перерисовывают, чтобы они выглядели как нейтральные девочки Да, можно я Каждый сходит с ума по-своему Я сойду Пока реклама, да? Да, пока реклама, я думаю, что достаточно Все отходить будут пока что Да, да, да Тоже мне психолог Даже не предложил мне лечь на кушетку Я бы предложил, но здесь твой муж Не по Фрейду Реклама А мы по-прежнему узнаем у Лены Ангеловиль, что не так с коллекционерами, ну и в принципе с куклами, да? На твоем канале, YouTube, да, есть рубрика в гостях у собирателя Так точно Про коллекционеров, как я понимаю, да? Мы уже немножко коснулись Какие самые странные коллекции ты видела у них? Самые странные? Хм Ну, необычные Ну, например, у нас есть израильский коллекционер Он не коллекционирует кукол, он по фигуркам Но у него фигурки, это просто, я не знаю, каждая, это моя зарплата Серьезно? Я тебе несколько, да Подожди, что такое фигурки? Давай разберем Ну, какие фигурки? Живые? Фигурки в основном по фильмам, там, DC, Marvel, вот, супергерои А, это здорово Вот, да Они суперкрутые, они мега детализированные Мне очень понравилась его коллекция Это в Cinema City вот эти стоят, которые можно утащить домой Вот эти? А можно? Не знаю Надо попробовать Мы сейчас проверим Там вообще красиво, это чудо-женщина стоит Там этот молот Тора даже висел Вы знаете, судя по тому, как там не хватает некоторых деталей, кусочков Я думаю, что кто-то пытался Это по деталям пытается Кто-то, да, а потом собирает Кстати говоря, у меня необычная коллекция Давайте Ну, это да, ну давай про твою коллекцию Давайте про мою тоже поговорим Какая-то скромница Ну и что у тебя коллекция? У тебя же несколько коллекций, правильно? Нет, коллекция кукол у меня одна А, ну, вообще коллекции у меня несколько Но коллекция кукол одна Давай Во-первых, моя особенность в коллекции в том Что я коллекционирую кукол с разными целами Объясню То есть, если у меня есть одна Барби На стандартном теле Больше у меня такой не будет Все, закрыли гештальт Идем к следующей Слушай, а столько есть? Это же сложно найти Обычно Барби разные только по одежде Ну, я же не только Барби коллекционирую Там, в чем был прикол? Я думаю, Лена Ты тратишь слишком много денег на кукол Вообще все коллекционеры тратят Будем честными Слишком много денег на кукол Мы не хотели тебе об этом говорить Но да И в какой-то момент я думаю Надо придумать способ Это типа моя будет фишка Но фишка будет заключаться в том Что я просто сэкономлю Так что вот у меня есть девочка У меня есть мальчик Все На этом мы заканчиваем А, вот такой вот хитрый ход И там каждый раз я буду переходить на другой бренд Но потом, оказывается, есть еще русалка Есть еще ребенок Есть еще там, не знаю, вампир с тремя ушами У бабушки, дедушки И все в этом духе Поэтому оказалось, что их еще сложнее найти Еще больше ты вываливаешь денег Потому что они какие-то супер коллекционные В общем, интересно Но, мне кажется, цель свою не совсем управдала изначальную А Лэмили у тебя есть? Лэмили у меня нет Увы, хочу Да что ж такое-то А ее вообще легко достать? Или это какая-то Сложнее Подожди, у меня другой вопрос Вот ты начала там нелегко достать Коллекционирую по одному там, ну, виду и все остальное А вот если Вот знаешь, как вот бывает Ты когда заходишь в какой-нибудь магазин И тебе нравится кофта Ну, я вот на такой пример переведу И ты не видишь девушку, которая с другого конца магазина тоже видит эту кофту И вот вы бежите друг на друга Чтобы схватить эту кофту Вы их схватываете, то есть за один конец, за другой И начинаете тянуть Что происходит у коллекционера, если кто-то уже, например, перехватил эту куклу у тебя Или, например, вы одновременно, я не знаю, там, оплатили Ну, как это у вас происходит в процессе, я не знаю Так Елена же сказала Как делить? Ей нужно тело Голова не важна Но у нее главное разные тела А, понятно Они как-то телят Тебе вошку, мне тело Да, что ты договорились, да? Да Нет, ребята, если вы видите меня в магазине игрушек И вы нацелены на ту игрушку, на которую я Просто, ну, так, интересный факт из жизни Когда-то я поиграла с дядей в футбол и сломала ему бедро-ребро Так что осторожней И бедро, и ребро Бедро, и ребро, и вообще дяди у меня больше нет Он мне не дядя Он мне больше не дядя Да, так что будьте аккуратнее Слушайте, а коллекционеры, ну, по крайней мере, вот ты встречала ли таких, кто перекупал бы у тебя какие-то куклы? Или делали ли тебе это предложение? Может быть, какое-то выгодное Да, да Простойное Продюсер какой-нибудь Мне часто пишут, хочу ли я продать кукол из коллекции Но, естественно, нет, потому что я их долго, да, искала Ты тоже хочешь? Нет Цену, цену надо называть У меня не так давно появился специальный плейлист на канале на ютубе Так Где я решила, окей У меня... У меня еще голосовые отказаны Отказаны за голосовые, да? У меня есть коллекционеры же, знакомые по всему миру, которые хотели бы ко мне приехать Посмотреть коллекцию, они не могут Поэтому я каждую куклу Сейчас снимаю в 360 градусов с одеждой и без одежды, чтобы посмотреть, что у нее Как бы как шарниры идут, всякое такое И в коробке А куклы вообще на это согласие давали? У них не спрашивается У меня для каждой будет припрятана мини-вуду Так, окей Так вот, и получается, что можно пролистнуть и каждую посмотреть И люди не сразу поняли, для чего этот плейлист был создан И под куклами мне начали писать, сколько стоит, сколько стоит А ты без какого-то голосового сопровождения это делала? Типа кукл, ну я бы тоже так поняла Я под каждую куклу, между прочим, ставлю специальный трек, либо из мультфильма, по которой она создана, либо из ее рекламы Ага, понятно Но все-таки, я думаю, какой-то текст нужно Типа, вот, посмотрите, не для продажи Подождите, не готова Ну, может быть, какая-то есть цена, за которую ты готова продать какую-нибудь свою куклу? Не уверена Вообще нет? Ну, если там миллион долларов предложат тебе Хотя, в прием Вот видишь, вот как надо вопрос ставить Если они заплатят миллионы, на которые я могу купить несколько миллионов таких кукол, почему нет? О, тут, кстати, тебя раскусили, либо сдали Значит, нам пишет некий радиослушатель, вернее, тикток-просмотрщик, который пишет, что Лена очень интересна, у нее еще есть игровой канал Ооо, что это такое? Ооо, ничего себе Вы играете в карты, ну, раздеваете куклу? Нет, нет У меня есть игровой канал, в общем, у меня большое желание играть в игры, но была проблема, что каждый раз, когда я играла, я уходила с ощущением, что, ну, как бы я потратила время Подожди, какие игры? Разные самые Ну, компьютерные Да, компьютерные Я могу перечислить Симс меньше, Соник Декс Адвенчер, Геншин, Ханкай, Хеллтейкер Внимание, сейчас очень непонятные слова Ведьмак Ведьмак тоже? Конечно В общем, фильм знаю Не дота В общем, по шутерам я меньше Хорошо По стрельбе А, добрее Да, вот, я больше такая фэнтезийная, милая, да, вот это все Интересно, с чем это связано у тебя? О, действительно Короче говоря, я подумала, а если я буду стримить в тот момент, пока игра, я же не трачу время фусу, я стримлю, я общаюсь с аудиторией Зарабатываешь Ну, почему бы и нет Кстати, да, иногда, иногда, иногда прилетают донаты Да, я потом после стримов просто прыгаю, такая, боже, кто за это Ну, здорово же, да, это же, многие на этом зарабатывают Очень, кстати, неплохо Я о своем, то о чем я о своем Нет, действительно Да, просто За деньги, да Недавно, да, смотрела интервью с одним стримером Зубарев фамилия, по-моему, ну, не важно, он там в распаковке всякие, он в Китае живет И он рассказывал, что он на стримах 30 тысяч долларов зарабатывает Но он на Твиче, наверное, стримит, я не знаю, где он стримит Но каждый, ну, каждый, там, сколько-то дней, не каждый день Шикардос Да, но он это выходит в постоянном, ну, у него как работа, грубо говоря, да Я знаю, да, который по 8 часов прям выходит, отрабатывает Да, 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 да И он, говорит, 30 тысяч долларов Я думаю, ну, неплохо, может быть, тоже начать Ничем я занимаюсь Вот именно, да, стримы, все, Твич, пожалуйста, подключайтесь, донатьте Мы ждем вас, наши подписчики, да А что у тебя еще за коллекция, кроме кукол? У меня есть коллекция музыкальных инструментов Так О, так, что это там у тебя? Ну, как обычно, все не так просто Я решила, в какой-то момент у меня была красивая белая гитара, которая, увы, сломалась И она мне так сильно понравилась, что я решила, что все мои инструменты должны ей подходить Вот, и они теперь у меня все только белого и черного цвета Ну, красивые, это классические цвета Так, какие инструменты у тебя есть в коллекции? Ху, много Скрипка, Калимба, Лира Это как арфа, только маленькая А чем они отличаются? То есть, вот ты их коллекционируешь Звуком? А, так, вот расскажи, пожалуйста, почему вот инструменты, почему это, вот в чем суть этой коллекции? Помимо того, что у тебя цветовая гамма У меня большая мечта, начнем с тобой большая мечта, представить Израиль на Евровидении Когда-нибудь может быть Вот, но в принципе я хочу петь, выступать И в какой-то момент я поняла, окей, никто сейчас не придет и не скажет, давай мы тебя будем аккомпанировать Поэтому я решила потихоньку записывать каверы Потому что моего голоса акапелла не всегда хватает То есть, ну, как будто не вытянешь все И я не могу играть на всех этих инструментах Но я знаю какие-то основы Я на фрете хорошо играю А на остальных можно взять где-то аккорд А ты заканчивала какую-то школу, что-то у тебя есть, специальное музыкальное образование? Я в Молдове закончила музыкальную школу по классу фортепиано экспромтом Потому что я прилетала сюда по Нали И, получается, я знала, что я должна улететь на несколько лет раньше, чем я могу закончить И мне дали эту возможность, да, я последний год за несколько отработала, скажем так Ну, в принципе, это единственный инструмент, на котором я, ну, правда, училась играть Флейты просто самый простой инструмент после треугольника А, серьезно? А мне казалось, что это достаточно очень сложный инструмент, нет? Флейта? Нет, всего шесть дырок, ты ничего там не должен делать Там нету даже черных клавиш, как на фортепиано А, вот как я определила, понятно Ну, а легкий, воздух или нет? Это не как на саксофоне Вот, не саксофон, понятно Ну, давайте перед, у нас еще творческий номер скоро, да? Да, да И давайте перед творческим еще один такой приземленный вопрос практически Так, а давайте Монетизируешь ли ты свой канал и вынужден ли, ну, надо ли тебе где-то еще работать Кроме как ты занимаешься блогерством, собираешь коллекции, это все популяризируешь? На все, да Я монетизирую, и мне все равно надо работать помимо этого А где ты работаешь? Я фрилансер, я, у меня степень по графическому дизайну И я закончила, несколько лет училась на 3D-графика Ну, прекрасно Вот, поэтому у меня помимо монтажа Ютуба иногда приходят заказы Вот, ну, иногда я еще тоже снимаюсь в рекламах, всяких таких вещах Поэтому, да, поэтому Ну, действительно разносторонние Мы не обманули, когда представляли Лену, да Но также мы знаем, вот, если уже к творчеству мы переходим, что так, как ты поешь кавер, но у тебя есть твоя песня Да Вот расскажи, пожалуйста, пару слов перед тем, как мы ее поставим, чтобы наши радиослушатели насладились А вы пока готовьтесь, потому что это эксклюзив У меня любимая певица детства, Глюкоза И у нее были всегда анимационные вставки Да Сейчас в 2D, раньше были в 3D И у меня большая мечта сделать что-то в этом духе И я писала много песен, но мне ни одна не нравилась Пока я не дошла до этой, я поняла вот это Но на эту песню я хочу своими руками взять и сделать в будущем клип Я очень надеюсь, что это получится Песня называется «Вслейн» Кто может помочь в этом Лене, можете уже прислать свои предложения Про джинсеры, пожалуйста Да, пишите В общем, песня называется «Флейм» Главный персонаж там я, ну, мини Лена, мой персонаж с черным котиком Матусом Котик твой Котик мой, конечно Живой Да, он меня вдохновляет на все, обязательно В общем, песня о том чувстве, когда внутри тебя разгорается огонь, и он тебя ведет То есть ты можешь сжигать все мосты, но ты идешь вперед, чтобы добиться какой-то своей цели Но это именно похода к мечте Здорово Ой, я думаю, что вот нужно послушать Это вот именно про вот это ощущение внутри Здорово, здорово, здорово Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 На зажон даже нет Вообще никого С нами по-прежнему блогер и коллекционер Лена Ангелвиль Которая знает, чем Рейнбоу Хай Отличается от Эбби Чтобы это не значило Но это куклы Это конфеты Какие-то названия непонятные Мы провели социальный опрос Благодаря которому выяснили Какие есть основные убеждения о куклах Раз уж мы о них заговорили А ты скажи, правда это или нет Хорошо? Очень постараюсь Да, миф это или правда Так, первое Все куклы у коллекционеров одинаковые Только одежда разная Миф Конечно Но ты говорила уже про тела Что разные тела А кстати, а можно отдельно купить какую-то одежду На определенную куклу? Конечно Со второй круг Легко А, или именно купить или сшить? Можно и сшить И то, и другое Понятно Ужас какой Куклы только для детей Нет Нет Вы знаете, как обидно бывает коллекционеру Я вот пишу иногда посты в фейсбуке Поплачу Если вам не нужны куклы Отдайте в добрые руки Я найду, что с ними делать И люди очень быстро откликаются Начинают писать А какому вам ребенку? Вам девочке или мальчику? Чтобы мы знали, что отдавать Я говорю, мне Они такие, до свидания Потому что люди не понимают Для них это странно А я думаю Ну вот целехонькая же останется Отдадут ребенку Разрисуют Понимаете? Понимаете? У меня, кстати, была история Пока вот мы на этой теме В детстве, значит У меня была кукла Скажем так Она была не совсем мною любима Я вообще, если на самом деле Нестандартная девочка В детстве была Я не очень любила куклы В принципе То есть машинки, самолетики Это, да, спасибо большое А куклы, ну, есть и спасибо То есть не было какой-то, знаешь Такой вот Ну, как бы Трепеток этим созданием Но, значит, как-то я отдала куклу Одной девочке Которая вот из нее сделала Вот эту принцессу Началась шить ей платье Вот это все И я когда увидела Я такая В смысле Верни вазор Да Реально Мне очень стыдно за эту историю Потому что я к ней ходила Она еще так удобно жила Прямо подо мной То есть я этажом выше жила Да, я к ней ходила И говорю Верни куклу Я тебе ее не отдала Я тебе ее ненадолго дала То есть просто арендовала Не, в итоге я куклу, конечно, не забрала Я в итоге пришла в себя Все нормально Но вот как ты бы отнеслась Если ты бы дала К чему я эту всю историю Не потому что опозорить себя Нет А вот как бы ты отнеслась к истории Вот, например Я тебе отдаю куклу Она мне уже там Моему ребенку не нужна Я отдаю ее тебе Но ты из нее что-то такое делаешь Делаешь свой стрим Вот это вот все Я вижу эту куклу И говорю Елена Вы меня, конечно, извините Не могли бы вы мне ее вернуть Были ли у тебя такие истории А если будут Как ты к этому отнесешься? У меня лично не было Но я общалась с коллекционершей Которая выставила на продажу Свою куклу И потом Ей Отписалось очень много людей И она такая Знаете, что? До свидания Я передумала Я продала И просто такая популярная Да Понятно Что-то и мне самой уже нужно Да А если приходят к тебе подружки с детьми, например Да, с дочками И просят поиграть в куклы Ты где их прячешь? Детей Я Детей в том числе Если у тебя Шкаф Нету У меня Отвалилась дверь шкафа И теперь у меня есть Просто В доме мамат есть? Запирай их там А что, прости, у тебя есть? Вообще Это больная тема коллекционеров Дети Самая больная тема коллекционеров Да, конечно Да не только Коллекционеров Мне тоже Многие жаловались А, у меня У меня была история Когда я жила С Шутафом И пришла Какая-то Это мужчина какой? Да Ну, может и женщина Короче, это Кто-то с тобой Разделяет обязанности Именно вот в аренды плать И приходит Его знакомая С ребенком Вот Ребенок довольный Такой смотрит Вот Если просят Дай поиграть У меня есть Специальные куклы На поиграть Которые не часть коллекции Например Я там случайно Их нашла Или где-то там На бложке попались Которые волосы отвалились Да Я даю поиграть Их Потому что за них Я могу не переживать И что получается Такая обман И эта женщина такая говорит Слушай, у тебя их как-то Сильно много Лучше бы моей дочке подарила Серьезно? Да Вот так Прям по-наглому И вот эту фразу Я слышала уже Очень много раз Например Я сотрудничаю с Поставщиками кукол Здесь в Израиле И По-моему В прошлом месяце Делали большую выставку Для магазинов Чтобы знали Ну, чтобы купать И я туда тоже пришла Потому что мне должны были Дать на обзор Несколько игрушек Они тебе же рекламу платят? Они мне дают кукол Они платят мне кукол Как удобно с тобой сотрудничать Какие вкусные Да Вот Я иду, короче С кучей кульков И ко мне реально Тоже подошла женщина На израильский манер Вот этот А что это тебе дали А мне не дали А покажи мне С какого стенда тебе дали Что я тоже подойду Что бы мне дали Ты такая наглость И вообще Что ты с ними делать будешь Лучше бы отдала Моей внучке И вот эту фразу Очень много раз я слышала Да То есть люди не понимают Зачем оно тебе Если этот для детей А я думаю Зачем оно дать детям Если надо мне Нет, во-первых Ну вот Давайте сейчас Не будет Давайте уйдем с темы детей А то сейчас Халк проснется И я вот тоже уже У меня просыпаюсь Скажи И ну Так Давай лучше по мифам Третий миф Не, если честно У меня есть такое Слово Да Два даже слова Которые возможно Многие не слышали Подожди Я запикаю ее тебе Им бы Да Им бы необходимо Их знать Называется Чувство такта О, это в идеале Да Даже Нет, вы верите Мне кажется Даже такого слова нету Поэтому вряд ли Мы их объясним Да, жалко очень Потому что Действительно сказать Человеку Коллекционеру тем более Да если не коллекционер Просто подойти К человеку на улице И сказать Лучше бы мне отдала У нее же токировки нету Что я коллекционер Собственность не видно Но вот это да Подходить и говорить Отдай Ужас Я даже не знаю Как бы я отреагировала У тебя железные Значит нервы Ну так уже сколько коллекционеру С 11 лет официально Судя по твоему кулаку Уже не одна Слушай, ну мы же не знаем По сводкам Где эти люди теперь Поэтому не факт Что у нее нервы Да Так дальше, да Куклы это только О моде и красоте Не сказала бы О чем еще Не сказала бы Во-первых Есть исторические куклы Которые учат нас Определенному времени Чтобы мы знали Что там было Как люди выглядели Что они возможно Держали в руках Да, через аксессуары Это про принятие себя Это как? Почему? Например Те же куклы Монстр Хай Которых многие боятся Они страшные Они там вампиры Зомби Всякое такое Они всегда говорили о том Что будь собой Вот какой ты есть Будь собой Любить себя Вот у тебя клыки Супер Ты полный Супер Вот, поэтому Да Как интересно Ладно Мне нравится Просто Я просто В медленной съемке Это сейчас увидела Тут просто занюхивают кукол Кто Счастливчик тот Кто успел подключиться Напрямую трансляцию Тиктока Потому что он это видел Воочию Что сейчас произошло Ну, слушай Здесь вот Четвертый у нас миф Который может быть Как бы звучит Уже даже не актуально Ну, понятно Что это миф Да Уже развернуло Как бы свой ответ Коллекционирование кукол Это несерьезное увлечение Знаете, сколько денег Уходит на коллекционирование кукол, ребята? Это очень серьезно Некоторые коллекционеры кукол Мне кажется Это их мотивация Вообще на работу идти Потому что Если ты не вджобаешь Ты не купишь Особенно Всякие коллекционные игрушки Которые можно достать В определенных местах На определенных сайтах В определенное время И ты пока капчу вводишь Там уже все скупили Кстати Вот еще Здорово, кстати Да Там Пикачу Правильно А какая Какая самая дорогая кукла? Ну, у тебя в коллекции есть Или, может быть, ты как будто видела Да, может, бриллиант Вот, например Слева от меня Да, я принесла с собой Пожалуйста У меня есть Мне очень повезло В ТикТоке мы показываем Да Мы сейчас показываем Изму Это персонаж Тикан Это Изма Из дизайнерской коллекции Маскарад Их выходило шесть Они все у меня есть Я купила их раз Мне очень повезло За пять тысяч шекелей Это для них дешево Их невозможно За такие деньги Сейчас найти А если еще И с пересылкой Я просто купила Здесь в Израиле У другого коллекционера Что ты продала для этого Чтобы тебе так повезло Понятно Я больше, конечно Что-то душу дьяволу продала Пять тысяч шекелей Нет, нет, нет Я ее берегу для Момоки Прости Что? Это кукла После появления которой Я буду официально Себя называть Коллекционером кукол Я с 11 лет Сидела на форумах Где тетеньки 40 плюс Вязали куклам костюме И у всех были Момоки У меня не было До сих пор ее нету Это японская кукла Вот Я хочу именно определенную 2007 года Мы на нее сейчас У меня на каналах На ютубе Охотитесь Собираем деньги На нее реально донатят Она очень дорого стоит И когда она у меня появится Я скажу Я официально коллекционер У меня Мне 29 У меня есть Это того Сначала было 28 Уже 29 К концу программы Мне уже 34 Я еще не привыкла К тому, что мне 29 Но дело в том Что Состарим на глазах Как быстро растут чужие дети Теперь я реально понимаю эту фразу В общем У меня есть этот год До 30 лет Успеть себе купить эту куклу Так что да Прекрасно Держите за меня кулачки, пожалуйста Мы держим Под песню А что кулачки держать Это под песню Во-первых Во-вторых Донатите Пожалуйста Где еще раз донатить Можно на канале Ангел Виль То есть Каждую пятницу Мы общаемся С другими коллекционерами И там можно прийти Нас послушать И прям Скинуть на экран Донат Который мы с удовольствием И пишем Куклу Да Вот Давайте Пожалуйста Поможем человеку Давайте все вместе Сделаем доброе дело Под музыку Раз Два Три Не по Фрейду У нас есть рубрика Называется она Форум Как раз у нас есть Вот немного времени Да Пять минут Мы собрали истории С форума Сегодня про блогеров И просим тебя Прокомментировать Твое мнение Высказать Насчет этих историй Да Давайте подумаем Начнем Первое Мой парень Блогер Опа Как бы вы отнеслись Если бы ваш парень Оказался блогером Разговаривает с камерой Постоянно снимает видео Мне стыдно За него И за себя Когда я рядом Пишет девушка Ему ничего не говорю Интересно Насколько меня хватит Может я отстала От жизни Это норма Что делать с парнем Блогером Отдать лене Парень Если ты смотришь Сейчас и ты поняла Ко мне речь Иди сюда Давай Я пока свободна Я тебя жду Вообще Вообще Есть несколько вариантов Во-первых Мне кажется Вообще В парах Стоит Чтобы были Какие-то общие увлечения Можно попробовать Совместить его блог И то Что нравится девушке Интересно Почему нет Вот например Ей нравится готовить Я объясню Например Но это уже Но он ли фанс Тогда Ладно Аккаунт Ну например Девушке нравится готовить А парень играет в игры Она может для его канала Пока он играет И снимает на камеру Она готовит что-то Из его любимых игр Там очень много есть Книжек специальных Ты кстати это делала Да В своем блоге Да У меня Из-за того что Яйца Малефисенко Там были Именно так И похлёбка Муаны Да У меня У меня есть Сейчас две книжки Одна Это блюда Официальные Между прочим Диснеевских злодеев Да И диснеевских принцесс Ой классно Вот И я выбираю Такие самые Интересные Что Фиона ела Что Фиона ела Мы до Фиона Ещё не дошли Но что-то зелёное явно Я помню Что там у них на столе Когда они приехали В дворец короля Там была огромная курица Которую Шрек Просто вот так разодрал И ел руками Вот это я точно помню Помните такое? Да Ну не для вегетарианцев А что Фиона ела Я не знаю А ела ли Фиона? Надо будет узнать Успевала ли она? Ну как бы да Там тоже вопросики С тремя детьми Там не поешь Просто Мне кажется К чему вопрос К тому что Многие не воспринимают Блогерство Особенно у мужчин Как серьёзную профессию И считают Что мальчик-блогер Это такой инфантильный мальчик Чупик Ну многие так считают Действительно Что это не очень серьёзно Но вот я думаю Что ты развеешь миф Что блогеры зарабатывают Иногда гораздо лучше Чем люди которые работают Главное в них верить И дать им время Разогнаться Во-первых Во-первых Блогеры зарабатывают Это конечно зависит От этого контента От этого аудитории Во-вторых Ещё зависит Как в отношениях Проявляется блогерство Например Есть блогеры Которые над своими женами Постоянно подшучивают Делают какие-то приколы Это неприятно Я бы не хотела Быть на месте той жены Которую постоянно разыгрывают Но если он не ходит И не тычет ей постоянно В камеру То в принципе На тот момент Пока снимаются видео Можно заняться чем-то Что наполняет Тебя саму Вот И я думаю Что если он увидит Как ты классно Занимаешься тем Что любишь Он начнет ревновать По Фрейду У нас есть традиционное прощание На канале очень много лет Она звучит так Любите игрушки, живите в сказки И верьте в чудо Ой, красиво Да, даже нечего добавить Ровно через неделю у нас в студии будет новый герой Мы обсудим все самое важное и интересное С вами были Кристина Кипнис И Елена Ангелвиль Пока-пока Что вас беспокоит? У меня ступор мозговины Он тупой Не по Фрейду